Ленин 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 богоборчества. И море крови пролилось вслед за ними. За ним, за Лениным и за его последователями. Он был похоронен в деревянном мавзолее на Красной площади. Позже с помощью архитектора Щусева этот мавзолей был переделан каменный. Вид мавзолея очень необычный. Он не свойственен никоим образом всей традиции русской архитектуры. Люди знающие утверждают, что он почти что скопирован с так называемых зеккуратов древнего востока. Вавилоне, например, похожих по конструкции, выше, правда, значительно. Где местные верховные жрецы совершали свои ритуалы. На вершине таких зеккуратов хоронили правителей и потом приносили соответствующие жертвы. Вот пергамское государство в третьем веке до нашей эры считалось одним из экономических и культурных центров эллинского мира. Оно находилось на юге Турции. Центр государства, город Пергам. В нем находился алтарь сатаны. Там совершались самые обильные человеческие жертвоприношения. Самые обильные на всем востоке. Поэтому этот алтарь вошел в историю как пергамский алтарь сатаны. Именно с него был скопирован мавзолей Ленина. Людьми сугубо неверующими, людьми атеистическими, которые заявляли о своей полной вражде по отношению ко всем религиям. Я помню журнал «Крокодил» 20-х годов. У реки сидят православный священник, пастор, ксенс, мула, раввины, буддист. Все ловят рыбу. Алика такая бурная, мутная. А сзади идет стройка, кипит стройка. Молодые люди, румяные, хорошие, положительные, строят. А эти сидят и удят рыбу. И наконец кто-то из них встает и говорит «Все, братцы, не ловятся в этой воде рыба, пора сматывать удочки». Вот квинтэссенция отношения большевиков к религии. Тут вдруг откуда-то какая-то вот кому-то пришла в голову мысль взять этот вот пергамский алтарь и перенести в центр Москвы. И сделать местом, не ошибусь, культового поклонению вождю революции. Он стал иконой, он стал мощами. Именно в то время всколыхнулся весь большевистский научный мир. Хотели оживить Ленина, хотели сохранить его тело навечно, хотя это труднейший процесс, процесс бальзамирования. Что-то они там делали, так или иначе, а похоронили его в этом мавзолее по образу и подобию высших жрецов и высших правителей древнего Междуречия. То же самое. Почему так? Откуда такая мистика? Откуда такая один деятель Яков Блюмкин, который, как утверждают, не только мог говорить на равных с Троцким, но и указывал ему, как надо делать, что делать, где делать. То есть очень был влиятельный и таинственный человек, который интересовался оккультизмом. Свершал какие-то поездки, собирал данные для чего-то это молодому правительству было нужно. Ну понятно, нужна была мощная религиозная идея, которая бы сплотила народ, направила бы его куда надо, зомбировала. А центр идеи Мавзолей, центр идеи Ленин, вождь революции, набальзамированная мумия. Вот верховный жрец, он же верховный правитель. Кстати, в древнем мире этих жрецов, похороненных, использовали как проводники для общения с духами, с богами. Совершали определенные магические ритуалы, вставляли, говорят им в голову, золотые пластины с соответствующими надписями. И через них проходило общение, через них просили богов о неспослании урожая, побед, удаче в правлении и так далее. Вот кто были эти боги, учитывая обильные человеческие жертвоприношения, понять несложно. То же самое и Ленин. За ним тянется колоссальный кровавый след. Это удивительно, что один человек мог сфокусировать в себе такой концентрат зла. И смотрите, прошло много времени, сменились целые идеологические эпохи. Нет Советского Союза, прогремела криминальная перестройка, страна бодро вступила в капиталистический образ жизни. Все изменилось, изменились города, стали другими названия, исчезли революционеры прошлого, вернулись улицам старые имена, добавились новые, не имеющие никакого отношения к кровавому прошлому большевизму. А Ленин остался, он лежит. Это корень, корень земного зла, применительно к истории России. И полагаю, что пока он там находится, никаких коренных изменений в нашей жизни быть не может. Его необходимо предать земле, естественно, естественно. И нужно это сделать, потому что непонятно, на каком основании убийца, убийце оказана такая честь. Более ста миллионов человек прошло через Мавзолей за время его существования. И неспроста, видимо, до сих пор Ленин находится там, где он есть, потому что не изменились души людей, которым вверена Россия. А эти души и людей, обреченных власти, и людей простых, потому что каждый человек за свою жизнь, за свою нравственность, за богопочитание или отсутствие такового даст ответ в вечности, даст ответ Богу. Так что верю, что придет такое время, но полагаю, что хоронить его или предавать земле каким-то образом соответствующим чинопоследованием должен будет уже православный русский царь, о котором говорили провидцы 19, 20, 21 века. На короткое время все-таки он будет. И как Ленин способствовал и отдал приказ убить царскую семью и сделать то, что с ней было сделано, так и будущий правитель России похоронит его так, как оно того стоит и как оно должно быть. Это исторический процесс, это религиозный процесс, это борьба света и тьмы. Нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!